ай привет всем ежик и белка на связи у нас опять начинается сезон покраски собственно бампер начинаем наш малярный год зима прошла теплеет и бампер наша первая работа тайвань все достаточно понятно только по стране изготовлению да да сейчас и мы боремся сейчас пока отправил фотографию вот этих всех дефектов узнать хозяина не знаю где номер на этой машине цепляется и собственно не буду этот бампер цеплять его только покрашу и отдам мне нужно понимать в этом ли месте у него висит номер если в этом месте то сразу хорошо потому что вот и вот эти вот все дефекты на новом бампере потом вот такие вот дефекты как-то убирать не хочется но вернее убирать не проблема шпаклевать не хочется бампер поскольку он новый и когда придет ответ будет уже известно сейчас чем я занимаюсь как вы можете увидеть бампер имеет ну крайне не обработанную форму вот так вот как отлили вот так вот у нас и все это видите куча всякого говна вот посмотрите даже с ума можно сойти такое впечатление знаете что бампер поставили специально такую форму заливки чтобы человек мог себе нарезать сразу пластика килограмм и если он у него лопнет он мог этим пластиком потом запаять как в этих сам как в каких-то супер классных комплектациях запчастей знаете когда ты покупаешь тормозные колодки а тебе там еще в коробочку положит смазку для направляющих вот тут точно так же покупаешь бампер тебе сразу же дополнительно килограмм пластика до для для дальнейшей плавки и запайки его когда он лопнет а он лопнет по любому потому что ну с оригиналом не сравнить все на обрезался были на посмотрите сколько посмотрите сколько пластика нарезана это же просто ужас теперь мы точно знаем что за такую бампер если браться нужно закладывать часа на два на три работы больше так в конце сегодняшнего рабочего дня он у нас коротенький такой был мы имеем замотованный бампер повторюсь неоднократно повторяют что эту процедуру мы делаем вне зависимости от того можно шкурить или нельзя принципе если используется правильные материалы новый пластик не обязательно шкурить она все въестся но мы обязательно все равно его шкурим это повышает однозначно надежность данной покрасочной процедуры и человека никогда ничего не облетит краска от повреждений даже от пластика не отойдет а мы продолжаем вот хотел показать как у нас тут в подвале как в космосе видите сколько пыли летает вот почему зимой особо и не хочется красить потому что из-за теплого воздуха выделяемого печкой у нас везде циркуляция пыль везде поднимается ну весна весна пришла мы начинаем возвращаться к привычному режиму работы духовка все равно пока еще работает ничего с этим не поделаешь прохладая есть и к тому же стены очень холодные нужно их протопить прогреть добиваем дрова вот всего сколько дров осталось буквально на две-три топки ну и немного мебельного еще осталось также из обновлений у нас наконец-то привелись в порядок компрессора баллоны все попрятались компрессоры все вот они здесь стояли мешали теперь все у нас тут в порядочке духовка появилась да теперь мы можем готовить себе здесь пищу они есть нет всегда есть всегда есть это всегда но как бы надоело надо уже к на человеческую еду переходить также у нас в планах сделать воздух нормальный то есть от компрессоров будет идти через вот эту трубу наверх спаяем пластиковую трубу и не будет у нас вот этих вот всяких завитушек вот таких вот шлангов которые вот так вот валяются и как-то вот так вот уходят наверх нет мы все это дело в этом году приведем в порядок ладно возвращаемся наверх наверху нас ждет двери батя надо сделать купил четыре двери они конечно печальники но надо делать вчера перешел уже на летнюю резину ну и бампер продолжаем сегодня у нас грунтование он уже за шкурин все прекрасно сейчас я правда не помню после зимы что у нас по материалам осталось но надеюсь грунтовка еще есть пришлось все таки ехать на рынок закупаться немножечко потому что есть все после зимы кроме грунтовки а грунтовка мне как раз сейчас нужно бамперы покрыть все остальное как бы подождет но грунт первоочередную должен быть и я решил взять вот такой вот это что-то новенькое я такой еще не видел это мипа изготавливает вот называется вот так интересно такая вот этот вердитель в такой банке еще не не пробовал тут что-то ножом надо резать как бы это не было одноразовым каким-нибудь действием ну заодно мы с вами сейчас и разберем одноразовое оно или нет мы все прекрасно знаем что в малярном деле в гараже все должно закрываться плотненько четенько не пропускала что в воздух не пропускала что влагу иначе отвердитель у нас портится если сейчас банка показывает о том что она одноразовая и ее нельзя закрыть ну печально так ну что анбоксинг значит у нас есть вот такой вот рисунок ножа вырезал я эту железячку и тут все-таки крышка крышка это уже хорошо это значит будет закрываться слава богу просто бы я думал что не будет такого это очень не очень достаточно дешевый лак он стоит там семь с половиной долларов вот 215 гривен и я смотрю по банке она ну из очень очень тонкого металла ты знаете экономили на всем что могли почему она дешевая плюс ко всему это то что это не литровая все-таки банка а а 800 и 160 даже суммарно литра нету поэтому и цена дешевле попробуем как она трется попробуем в общем как она себя позиционирует в работе сейчас поставим ее подогреем на буржуйке потому что она на складе стояла очень холодная стандартное расслоение ничего такого на дне ничего нету то есть она не залежавшиеся вот пока обычный грунт такой эластичный мягенький хороший приятный я даже сказал бы в перемешивании интересно интересно попробовать а вот вам и сюрприз ну во-первых ровно вот это пластиковая горлышко не достается как видите но пожеванное до ужаса далее я уже по по выбрасывал по отлетала вот какая-то пленка она была по всему кругу то есть когда открываешь банку вот видите сколько ошметков на кончике когда ты открываешь банку начинаешь переливать в грунтовку тебя большой шанс она очень летучая что она будет летать по гаражу первое а второе то что она попадет в сам материал и третье это мы видим уже внутри отвердителя вот такое колечко о чем она свидетельствует о том что несмотря на то что ребята все это хорошо упаковали вот такой вот жестяночкой прикрыли вот такая вот крышечка была один хер тут сифонила напиталась уже влагой и образовалась это кольцо ни у одного производителя я пока этого не встречал только когда ты воспользуешься уже грунтовкой вот грунтовка когда ты ее откроешь она у тебя постоит несколько недель только после этого это на волоске видите только на резьбе не видеть вот только на резьбе чуть-чуть на шметка все внутри пока все там нормально хотя это уже знаете остатки там еще на дне чуть-чуть есть но тем не менее тут изначально изначально в новой банке но давайте еще достанем в новой банке мы видим вот эти вот кусочки и он еще сопля висит сейчас видите он сопляющий висит печально печально конечно навряд ли я больше такое буду покупать это так я взял попробовать что новенькое большее такое брать не буду так так выглядит бампер после грунта по пластику такой серебристый немножечко над специально добавляют в грунт для того чтобы видно было где ты его нанес вообще вообще но прозрачное обязательные условия для новых бамперов иначе будет беда все подлетает к чертовой матери ну для лег конечно грунт неплох вопросов нет пилиться будет хорошо потому что он хорошо растекся посмотрим как он будет пилиться пока ну не знаю забираю пока свои слова обратно по поводу того что я такой грунт не купил пока результат не устраивает перетерся значит грунт уже на бампере полностью высох сутки дал ему постоять он высох хорошенько все прекрасно минус значит какой пять к одному даже и не пахнет здесь должен быть толстый слой нихрена подобного он получился обычным как четыре к одному я никакой разницы с грунтами не увидел обнаружилось несколько там точек под шпаклевал это сейчас мы тоненьким слоем эпоксидные шпаклевочки бомбанем ой грунтовочки и в принципе окей грунт тонкий все равно видите как практически не тер здесь я уже жик и протер жик и протер жик и протер поэтому толщины слоя здесь к сожалению нет здесь два с половиной слоя нет нет ни два страна нам два полных слоя я бы сказал бы так нельзя назвать их два с половиной но хорошо терлась вопросов нет по перетирке все хорошо для тех кто не знает расскажу о тех кто знают могут промотать кто будет первый раз красить металликом вот в банку сразу смотрите какой какая база у этого цвета тут база синяя иногда бывает она черная вот вроде берешь серебристую краску но она на основе черной и вот то что вверх всплыла зерна вот эти синие от этого и отталкиваем то есть на данный момент мы видим насколько основа темнее чем выкраска выкраску желательно и самому делать и получать от подборщика колориста и вот если видим толстый слой положим краска будет намного сильнее чем нужно а если мы сделаем слишком тонкий слой слишком далеко пистолет отведем либо давление слишком большое будет то она будет светлее поэтому нужно находить вот эту вот разницу не разницу а серединку золотую и нужно попасть вот в этот цвет поэтому зерна обязательно все хорошенько перемешиваем перед ух сейчас перекинул перед употреблением скажем так видите сколько синего в синего после перемешивания вот так она выглядит видите опять синий цвет начинает вылазить наружу все бодяжим данные данные краску у этого колориста мы бодяжим на 80 процентов разбавителя специальный для базы я беру сейчас покажу хотя не покажу все равно не увидите разницу вот после разбавления базы мы видим что у нас никаких движений зерен нету ничего не кипит ничего не двигается как было в банке так и осталось это значит что все хорошо что все прекрасно разбавитель тот что нужно если вы возьмете растворитель такой или любой другой растворитель вы увидите как все тут будет кипеть шевелиться и двигаться это недопустимо на бампере будет все точно так же и естественно в цвет или в структуру даже вы не попадете все будет шевелиться значит три с половиной слоя пришлось положить данной краски базы чтобы достигнуть нужного результата еще есть немного глянца сейчас все это замотовеет хорошенько и можно лакировать так теперь готовим лак смешиваем собственно сам лак пропорции с отвердителем как того требует техничка данного лака в данном случае промахнулся чуть-чуть но ничего страшного отвердителя хватит в любом случае немножечко перемешаем данное вещество уже получено у нас получилось 360 грамм и эластическую в присадку 10 процентов к 36 грамм сейчас чуть-чуть перемешаем все теперь у нас будет лак эластичный ударом подвержен достаточно хорошо он будет вместе с бампером играть и не будет образовываться сеточка так называемые или паутинка кто как ее называет так бампер у нас подсох прошло пару дней супер супер получился зернышко к зернышку лак растекся шагринки нету может быть какая-то где-то там не маленькая очень хорошо чуть-чуть полирнуть потом когда-нибудь поскольку так на ощупь ведешь такая очень-очень мелкая ну вот есть такие вот эти раз два а есть такая очень мелкая на в принципе от того что рукой проводишь уже сходит автока в очень-очень последнем моменте прилипла она сходит и так от руки но в общем полирнуть надо и будет бомба бомба на этом все у меня уже четверка стоит это он ждет пока собственник бампера прилетит с египта а это уже начинаем работать на этом все в следующем видео продолжаем делать четверочку четверочку